Между тем, в Ленинском районном суде Уфы состоялось очередное оседание по гражданскому иску 86-летнего Федхова Исхакова к Минфину России по взысканию 450 миллионов рублей за 13-летнюю оседку еще в прошлом веке. Решение по делу суд может принять уже на следующей неделе, однако очень любопытна дискуссия между представителями Минфина и самим господином Исхакова и его защитой. Благодаря изданию Коммерсант мы наблюдаем почти за стенограммой. Это прямо фестиваль лицемерия. Я вам скажу то, что я здесь часто читаю, где представители Минфина просто пытаются, точнее требуют доказать, какие он понес во время 13-летней оседки, какие он понес моральные и физические страдания. Почему государство так уцепилось за нежелание? Уже все, в принципе, доказано. Уже все, в принципе, факт реабилитации, уже все не считается чем-то таким. Почему они зацепились именно за эти деньги? Я уже много раз эту ситуацию объяснял. Дело в том, что существует некая система показателей. Вот если сейчас, если и когда, я надеюсь, Фатхуле и Исхакову присудят финансовую компенсацию, а государство обязано это сделать, тогда, значит, эта компенсация будет выплачена непосредственно из федерального бюджета. И вот эта выплата из федерального бюджета будет большой черной отметкой в табеле башкирского Минфина. То есть, по сути, федеральные власти будут расценивать это как некое упущение, которое допустил Минфин. Вот так устроено. Почему сейчас? Минфин, казалось бы, ну какое ему дело? Старик отсидел по несправедливому обвинению, как вы выразились, в прошлом веке. Это действительно было так. Он чуть ли не при Сталине еще сел. В 59-м году Сталин чуть только умер. И действительно, казалось бы, нынешним работникам Минфина, которые вообще моложе этого несчастного Исхакова, чуть ли не втрое, какое им дело, что ему заплатят сколько-то денег из бюджета? Ну вот я объясняю. Механизм таков, что не то чтобы виноватыми, но недопущение вот этого всего лежит сейчас на Минфине. Минфин не должен допустить вот этих выплат компенсационных. Ну, это негласно так звучит. Хотя по закону они обязательно должны случиться. И вот этот случай... Я участвовал просто в этой истории и брал интервью у Исхакова. Мы с ним общались. Значит, чудесный старик. Дай нам бог всем такой стойкости в его возрасте. Ну так вот, этот человек требует всего лишь того, что ему положено. Понятно, что цифра в 450 миллионов была некой уловкой защиты, чтобы потом ее снизить до разумной. Потому что внятных алгоритмов подсчета вот этого ущерба за неправомерный арест... Собственно, здесь ведь речь идет о том, что государство должно возместить Исхакову в денежном эквиваленте свою ошибку. То есть ошибка уже доказана, как вы справедливо отметили. Реабилитация прошла. То есть государство, с одной стороны, признало, что да, мы его осудили неверно. Все. Это в этом вопросе поставлена точка. Сейчас государство в лице Минфина, ну, постыдно, на мой взгляд, цепляется за последнее, что типа, а что он там страдал, что ли, в тюрьме в Сталинской 13 лет отсидел в лагерях? Ну, конечно, по-человечески это стыдно. А вот с точки зрения государственных механизмов это устроено так, что сейчас поставлена задача не допустить всеми силами, значит, вот как хотите, крутитесь там, все что угодно, подвергайте сомнению. Я не удивлюсь, что и суд еще поддержит сейчас Минфин и скажет, а действительно, расскажите нам о своих страданиях. Ну, чем можно измерить страдания человека, который неправомерно отсидел в страшной советской тюрьме в лагерях 13 лет? Ну, чем это можно измерить? Ну, я считаю, что тут нужно просто заплатить и успокоиться. Ну, Минфин так не считает. Или они не хотят дать пример какой-то? Да нет, дело в том, что примеров реабилитации достаточно много, статистика достаточно многообразна, но никогда не шла речь о таких сроках. О таких деньгах? Нет, ну, о деньгах просили тоже много, получали меньше. Но существует некий негласный алгоритм подсчета, сколько там за СИЗО, сколько за это. То есть чаще всего люди получали компенсации за 3-5 лет отсидки, когда действительно какая-то ошибка судебная, ошибка следствия, еще что-то. Там какие-то обстоятельства, которые человека реабилитировали и так далее. А вот такого не было. То есть преступления не было. То есть в том, которым обвинили. А преступление тяжкое. И срок был гигантский. То есть тут вот ситуация немножко нестандартная. Потому Буркин, конечно, проявил креатив и потребовал там чуть ли не полмиллиарда. Ну, Виталик молодец. Я думаю, что он своего добьется и желаем всем успеха.